Игорь Столяров у нас здесь. В этой студии человек, без которого бы не было главного спортивного события 2024 года. Игр будущего. Кстати, получили приз. Заслуженно. Ну, наверное, да. Ну, когда вы ходили на сцену, расскажите, были сомнения, что не вы? Конечно. Я же рассказывал эту страшную историю. У меня есть видео, которое я всем показываю. Ну, по колену в воде, три с половиной километра. Вчера я прошел от терминала 1 Дубайского аэропорта до гостишечки. И там была, ну, как бы, альтернатива либо подрываться и все-таки пытаться, чтобы тебя посадили на этот рейс в толпе страждущих людей, страшно измученных, полутора суток не спавших, на полу вот этих вот разложивших свои округи, либо не подрываться. Ну, просто вот отпустить эту ситуацию и просто дождаться нормального рейса и так далее. И я позвонил, естественно, Савраеву. Я говорю, Савраева, ну что? Спрашиваю ее так. Ну, конечно, не так я ее спрашиваю, по WhatsApp или по Telegram. И она говорит, я тебе не скажу. Ну, я, естественно, я, естественно, подумал, какая она хорошая, какая она объективная, какая она прекрасная, какая она непредвзятая, какое честное судейство у нас, как классно опять все организовано. На самом деле это правда, потому что много же премий. А я с Сашей говорил о том, что у тебя немножко бардачная такая история, и это нормальный такой контролируемый бардак. И такая она домашняя какая-то, все друг друга знают. Не то, что те же на Манеже, такая заскорузлась, а все-таки такая... Ну, она такая вот дружелюбная, такая домашненькая премия. Домашненькая. И тем не менее она мне не сказала, хотя могла сказать к нам дружим много лет, она мне могла сказать, вот эта номинация да, вот эта номинация нет. Я бы, может быть, кого-то, если бы я не улетел, не прилетел бы, я бы, может, кого-то послал. Или как-то это по-другому. Короче, она мне не сказала, поэтому, отвечая на вопросы, конечно, были сомнения. То есть я не знал до самого последнего момента. Ну, а когда мы говорим о спортивном событии, даже не столько спортивном, а о таком мульти, мульти уникально культурном, уникальном явлении этого года, это, конечно, игры будущего, когда они завершили сказание, вот что вы почувствовали? Какое-то облегчение, что да, мы провели что-то невероятное, что-то такое, чего не было никогда, или грусть, которая была, условно, после Олимпиады 80-го? Всегда грусть, всегда некая фрустрация, потому что ты всегда думаешь, что дальше. Ну, просто, смотрите, просто люди, которые организовывают, мы как раз были на одной конференции, я уже забыл, на какой, с Алексеем Сорогином, который сейчас игры в дружбу организовывают, и так как-то получилось, что, он говорит, вот такой клуб собрался людей, которые занимаются большими мероприятиями спортивными, включая меня, включая его, и там еще огромное количество наших общих знакомых. И он говорит, всегда, ну, наверное, психотип у всех этих людей, он один и тот же. Это не то, что вот, ох, можно выдохнуть, и после этого, знаете, есть такая традиция, делать такой корпоративчик местный для оргкомитета, для людей, которые занимаются такого рода мероприятиями, вообще любого рода мероприятиями, культурными, спортивными, так называются розовый слон почему-то. Не знаю, кто его придумал, розовый слон. Ну, пойти с коллективом выпить, в конце концов, и выдохнуть один раз. Не обязательно выпить, а выдохнуть. Вот, сказать что-то хорошее, и, может быть, даже нехорошее. Ну, а ты ровно после того, как ты выдыхаешь, ты думаешь, what's next? Ты всегда думаешь, что дальше. А мы еще и продекларировали, что у нас немножко организация такого нового типа, которая точно не почивает, не хочет почивать на лаврах. Ровно потому, что мы, наверное, задали этот тренд, и это, наверное, один из самых главных, самых главных историй, о которых я постоянно рассказываю. То, что мы сделали новый спортивный продукт, сделали новую сборку, удовлетворили зумеров, киберов, так, как они смотрят этот продукт там не на телеке, а на мобильном телефоне и так далее. Это вот технологическая часть. А организационная такая эмоциональная часть, то, что мы пытались сделать некую организацию нового типа, спортивную, которая точно все тестирует и применяет принципы современного маркетинга к спорту. То, что не делают никто или многие этого просто не делают. Просто вот постоянно нужно тестировать что-то новое, постоянно делать АБ-тестирование, постоянно вынимать target audience, то, что называется, целевую аудиторию, и там путем проб и ошибок оттачивать свое мастерство. Мы, условно, наше тестовое мероприятие, мы анализировали до микрона всю эту пленку с сентября 2022 года, 10 циклов тестовых мероприятий, мы каждую хрон, каждую секунду, мы смотрели, что происходит с аудиторией. Отваливается, приваливается, где upside, где search, где downside и так далее. И пытались понять, что нужно, да, в картинке, что нужно. Вот в этом кайф. И мы постоянно живем вот этим драйвом, что мы же переинжинирили и футбол, и хоккей, и баскет, и все остальное. Вообще все исковеркали по полной схеме. Некоторые нас продолжают хейтить по этому поводу. Да кто? Ну, классические. Я, в общем, ни одного серьезного, ни одного серьезного какого-то такого, я не знаю, хейта не слышал. Кроме ребят, которые сами играли в финале и там ворчали из-за того, что наши ребята российские, из-за того, что они больше тусили, чем... Вот единственное, единственное негативное, что я слышал, что было слишком весело, слишком круто, и поэтому они больше веселились, чем в футбол. Правильно. Но здесь вопрос какой? Здесь не свалиться в шоу. Потому что если ты говоришь, что ты можешь делать очень круто, ты можешь делать очень весело, кудряво, красиво, на потребу. Да, целевой аудитории. И все зайдет, и ты продашь. И все будет круто. Но спорта не будет. Потому что спорт это нудно. И иногда, иногда нудно. То есть шоу сделать прикольно, да, такое. Вау, разудись плечо. Ну, разве не в этом направлении сейчас профессиональный спорт? Все развиваются туда. Все развиваются туда. И здесь всегда вот эту грань определить, где начинается шоу, где закат, где начинается... Это очень важно. И мы все понимаем, что когда мы начинаем удовлетворять целевую аудиторию, когда мы ей выкладываем тот продукт, который она хочет, мы иногда занижаем планку. Мы их должны же образовать. Мы должны тянуть их вверх, да, а мы их все равно... То есть мы сваливаемся до уровня тиктока, мемасиков из тиктока. И, конечно, тебя будет смотреть. И, конечно, ты заработаешь 3,5 миллиарда просмотров. Но это же не кайф, это же не прикольно. Не в этом же суть. Хочется сохранить спорт, соревновательность, истязательный элемент, чистоту судейства, чтобы было много стран, чтобы люди топили, болели, чтобы они кричали, а не просто так вот, ну, прикольно посмотреть. И вот эту грань найти очень сложно. Мы ее попытались найти. Вы пару раз сказали такую фразу, what next? What next? Это отличный вопрос. А что, я просто так был в Дубае, по коленам в воде? Вот уже интересно. Вряд ли, ради того, чтобы погулять. Просто так. Да, вряд ли ради того, чтобы погулять. 3,5 километра я прошел до гостишечки из терминала 1, чтобы поспать. Вот, но мы развиваем международку. У нас есть... У Международной Федерации Фиджетала есть в Дубае представительство. И, собственно, наверное, от этого будет стартовать какая-то международная история. Мы там помогаем пока как консультанты. Если там нас возьмут на работу или кого-то из текущей российской команды попросят как-то помочь, мы, наверное, рассмотрим это предложение. Но это правда не мы. А там есть прям, ну, не очень большая пока команда, которая развивает международку. Вот, конечно же, Казань мы реально хорошо бомбанули, поэтому там черная коробочка собрана. Регламенты, вся документация про день соревнований, там, не знаю, там, как делать спортивную презентацию, как делать обвязку, как делать все, как делать продукт, собственно говоря. Вот такая черная коробочка такая. Два терабайт, двух терабайтный диск такая, нажимаешь, оттуда вылетает счастье. Вот, и, наверное, они попросят эту коробочку и попросят нам ее показать, для того, чтобы мы следующему городу организатору это показали. Дай бог, если это будет. Сейчас пока ничего не могу сказать, всем этот день ходит. И до сих пор непонятно с играми следующего года. Сто процент непонятно. Я могу сказать, единственную дату. Дату я могу сказать совершенно уверенно, ответственно. 1 июня будет объявление. Ух ты. Ждем тогда. 1 июня Игорь Столяров был у нас. Человек, без которого бы не было главного спортивного события 2024 года. Игр будущего. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо.